МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Мы на сцене учебного театра на Моховой, и у нас в гостях... Играть в любовь с Бозином. Ой-ой-ой, если бы это раньше, если бы это раньше. Ой, с памятью плохо, ой, как плохо с памятью. И это было в Израиле, мы там нам сказали, есть таблетки Гинко, надо пить целый день, по три раза, и память сразу восстанавливать. Она говорит, у меня сейчас так хорошо с памятью еще. И когда слышу, я думаю, ой, какое счастье идти на сцену. Вот она выходит на сцену. Сцена идет 12 минут, сцена объяснения в любви. И Бозин за нее говорит весь текст. Не то, что он ей подсказывает. Нет! Он как будто читает ее мысли. Она смотрит на него, плачет. Все воспринимает. Вся дрожит энергетически. Берет его за руку. Все мизансцены она выполняет. Выбегает за курицей, говорит, как я сегодня играла. Я говорю, Алисуля, а почему же ни одного слова не сказала? Она говорит, как я не сказала? Я все говорила. Он все слышал. Он озвучивал то, что у меня было внутри. И это чистейшая правда. И никто не догадался, что она молчала, потому что все забыла. У нее были вот эти редурменты того, что с ней происходит. Вот о чем я говорю. Активная, пассивная, нейтральная. Все происходило. И он это слышал. И он это переводил в ту систему, о которой я говорю. Если бы он подсказывал, то это было бы... А если вы здесь говорите, а сейчас вы говорите здесь. Вы слышите, вы что говорите? Она бы тупо смотрела и ничего не понимала, что она должна говорить. Все. Ничего. И это только может быть в театре. Потому что только в театре еще на земле осталась очевидность тайны о человеке. То, что постичь человека невозможно. То, что я сейчас говорю, это мой восторг перед нашим назначением на земле. Спасибо. Роман Григорьевич. А почему все-таки вы играли только мужчины в этом спектакле? Потому что воображение требует, чтобы артист мог нырнуть в глубины женской души и в глубины мужской души. И нырнув туда, не копировать повадки женские, не издеваясь, это к этому не имеет никакого отношения. А увидеть то, что там в глубине, и потом не боясь на сцене это играть. Это не так просто. Роман Григорьевич, я знаю, что вы наверняка почти уверен, что вы не читаете критические статьи о себе. Нет. И тем не менее, критика обвиняет вас и обвиняла в пропаганде гомоэротики и даже дурного вкуса. Как вы реагировали на такое? Никак. Еще одна ваша любопытная работа. Я прошу внимания на экран, потому что это киноработа. Вовка, вставай. Что случилось? Дело есть. Говори, чего? Не расскажешь никому? Андрюшенька, я не видел это со временем съемок. Этот мальчик сейчас работает в Фоменке. Тогда одевайся. Бежим. Дело секретное. Тогда мы не знали о том, что в городе был сформирован партизанский отряд. И уже несколько дней шла тайная подготовка к его переходу в подземные каменоломы. На рассвете весь отряд должен был уйти в катакомбу. Это нельзя было делать тогда категорически. Вести вождя под этим. АПЛОДИСМЕНТЫ То, что... Ну, там телевидение я снимал. И игроки, и Мануна Лискова. Это уникальный. Володя Высоцкий должен был с Ритой Тереховой играть семь ролей Шекспира. Семь ролей Шекспира. Рите сказали, да, Тереховой. А Лапин, а Володя сказал, моя смерть только разрешит этому человеку быть на экране. И вот я, я, ребенок сумасшедший, 19-летний, должен снимать кино. Черт его знает. Эти вонючие камеры, все это, куда-то едешь. Деньги, деньги. А директор, который был у меня, был такой, значит, очень хороший человек. Такой и заделся. Который все-все мне все говорил. Роман Николаевич, вы понимаете, что у нас другая задача? Я говорю, какая задача? Другая задача. Я вам потом объясню, другая задача. Значит, вы знаете, сколько нам дали денег на это кино? Я говорю, я не знаю. Нам хватит. Да? А денег нет. И мы приезжаем в Керчь. Лето потрясающее совершенно. Море, природа. У меня такие длинные были волосы, шорты. Какие-то такие, кассабо. И так я по этому городу хожу. Чужой человек совершенно. Какой там режиссер вонючка. Так хожу счастливый. И я ему говорю, так, Ленечка, Ведите меня к первому секретарю обкома партии. Он говорит, у вас есть пахнет билет? Я говорю, нету. Ой. Я говорю, Леня, сделайте. Первый секретарь и я. Мы должны встретиться. В один прекрасный день он мне говорит, все. Собегайте. Ой, как вы одеты. Как вы пойдете. Я говорю, Леня, это моя проблема. Знаете, все. А до этого, где-то за неделю, на спектакле Анна Каренина в театре Вахтангева был Брежнев и все политбюро. И на следующее утро в «Правде» вот такой портрет Людмилы Васильевны. И написано, что партии правительства, Леня Калич, приветствовали стоя участников спектакля. Все, у меня эта газета была со мной. Я ее, фум, взял вот так, подмышку. Вхожу. Там, где первый секретарь и все остальные, они все в черных костюмах, температура 38, а они в жаре сидят, как исполняющие обязанности в государстве. Я прихожу, я говорю, ой, как радостно вас видеть. Они были ошарашены. Как можно в шортах, голая нога, длинные волосы, и еще громко разговаривать. Ну, все, я сказал, нам надо так. Столько-то, а много нужно было массовку. Там и женщины, и солдаты. Нужен был, прости, корабль. Нужны были эти танки. Черт и что! На это денег никаких. А я знал, что это надо. Я это все... Он первый секретарь говорит, ну, мы вам поможем, поможем. До свидания. Я держу эту газету, говорю, а, я забыл вам сказать, вам привет от Леонида Ильича. Он говорит, а где вы видели? Я говорю, да вот, я говорю, газету показываю. Я говорю, вот, видите, газете написано, они были на спектакле. И вот стоя, стоя, и мне тоже. Мы все храним. Я говорю, и знаете, что он сказал вам передать? «Тишина!» «Что?» Я говорю. Он сказал, если это не поможет этому режиссеру, я ему позвоню. И он узнает, что такое не помочь Виктюку. И теперь он нажимает на какие-то кнопки и говорит, так, сколько надо женщин? Я говорю, 600. Сколько нужно, чтобы было солдат? Я говорю, 2000, это будет хорошо. Что? Это, корабль, это, та, вооружение. Все будет дать, дать, немедленно, завтра доложить. Я вот так остановился и думаю, или это сон. Вот теперь мне, поверьте, все было. И мой Леонид, он уже умер, он сказал, ну, наконец-то, мы возьмем больше, чем я думал. Роман Григорьевич, расскажите про ваше львовское детство. Как на вас повлияла красота невероятного этого города? Расскажите. Я могу сказать, что я травинка этого города, листочек этого города. Все дыхание этого города во мне. Все. Я ничего другого не знаю. Я думаю, что тот, кто забывает детство, и тот на протяжении жизни, говорит, что он взрослый и взрослеет, для Творца это смертельно. Как только ребенок в тебе исчезает, ты начинаешь миру говорить нет. Ребенок миру, дети, говорит только да. Что бы ни было. Они меня выгоняли, спектакли закрывали. Боже мой! А я говорил да. Все. И они не понимали. Я прихожу в министерство культуры, значит, и две секретарши говорят, те это как мандюк, вундюк, нету его до сих пор, а два человека сидят, два министра его ждут, значит. Я говорю, мундюк уже стоит. Иди, они мне говорят. Я вошел, открываю дверь. Я говорю, здравствуйте. Я все знаю. До свидания. Иду по коридору. Выбегают эти две манюрки. И кричат, иди опять тебя зовут. Я говорю, я же сказал, я все знаю. А почему ты ничего не просишь? Булгаков просвистел. Я говорю, а зачем? Я знаю. Знаешь, куда мы тебя хотим отправить? Я говорю, не удастся. До свидания. Все. И что я делаю, Андрюша? Это все правду я рассказываю. Я иду на Пушкинскую площадь. Там был переговорный пункт. Я умел, как настоящий украинец, бросать две по пятнадцать, выбивать одну и говорить полчаса. И ничего не платишь. И я узнал телефон начальника отдела театров Литвы, Эстонии, Латвии, и начальника отдела театров Министерства культуры СССР. Как его зовут? И вам, вам. Звоню. Первый город, к счастью, был Вильнюс. Звоню этому начальнику, его фамилия была Якучонис. И говорю голосом начальника Министерства культуры СССР. Говорю с вами, говорит, мы тут с вами разговаривали недавно. Я не договорил. У нас есть гений, который должен работать у вас для подкрепления русской культуры. Фамилия его, пишите, Вик Тюк, Роман. Записал? Записал. Он приедет. Примите его с почестями. До свидания. Звоните мне, расскажите, как вы его приняли. Лечу туда. Утром иду по улице Ленина, поворачиваю направо. Дом из моего сна. Все. И я себя туда устроил главным режиссером. Там меня любили четыре года. И Некрошес, и вся вот команда ребят, которые у него играют, впервые играли в Литве, в моем спектакле, который назывался «Мяс, джазос и рвайдокли». Я их крестный отец. Я всегда с ними. Спасибо. Давайте посмотрим на экран. Он мог там, так сказать, вдалеке от Кремля делать то, что он хочет. И спектакли производили какое-то ощущение шока. Я помню, я посмотрел в прошлом летом Чулимске. Я два часа ходил по Вильницу ночному. Я не мог войти в гостиницу и лечь спать. Я вообще не мог успокоиться. Два часа даже больше. Такая психологическая правда, что даже жизнь, ты потом выходил в люди, общался в жизни с людьми, эти люди казались себя артистами. Не все чего-то играют. А в спектакле люди так жили, так жили просто. Потом этого в жизни не встречалось. Может быть, это там в сумасшедшем доме можно еще такое наблюдать. Погружение. Самое потрясающее, что Саша Вампилов, когда я был главным режиссером в Твери, приехал. Я впервые, впервые в стране поставил эту пьесу о трубаче. Потом Леонов играл, конечно, гениально. И Саша, когда приехал, он был такой кучерявый, какой-то костюм весь такой уже старенький, нехороший. Он боялся советской власти больше, чем я. И тогда мы решили с этой пьесой пойти по московским театрам. Те люди, которые сейчас говорят и клянутся, и у них в кабинетах висит фотография Сашина, они тогда кричали этой пошлости никогда у нас не будет. Вы понимали, что вы совершали акт гражданского мужества, когда ставили вам пилу Петрушевскую? Никогда. Мне хотелось. И все. Я пришел в университетский театр на Маховой около Кремля. Собрал профессоров, докторов наук, академиков и одну только артистку народную теперь Талызину Ваню. Все. Я сказал, вы согласны пойти ва-банк? Все доктора сказали да. Все. И мы репетировали безлито, без ничего. И Петрушевская я не знал. В один прекрасный день мы репетируем и вдруг я слышу я говорю молчать! Здесь операция идет. Опять они репетируют и вдруг я говорю стоп! Валя встает Талызин и говорит Роман это Петрушевская рыдает. И так мы с ней познакомились. И вот мы выпустили. Сделали один акт. Я не говорю, что пришел Ефремов Плучик все. Они мне кричали, что я не имею права не закончить эту работу. Мы закончили. Мы ее играли под стенами Кремля, где Люся и мы кричали о том, как можно увидеть в разрезе общества какая степень раковой опухоли. Это только дети могли себе это позволить. И конечно вы понимаете нас поймали ТРМРы закрыли театр. Вообще университетский театр тогда на мне закончился. После вот этого спектакля. После этого спектакля. Все. А театр закрыли навсегда. Его нет сейчас в университете. А в этом театре был Ролан Быков, Алла Демидова и Ясавина. Уникальные ребята. Вы остались практически без работы? Не! Ну какой безработа? Я это время ставил и в Актанговском и в Амхате. Ну что ты с ума сошел? И у вас в Петербурге. Значит я приехал в театр Кумэйди. Ваш город это Калибриль революции. И я подумал что-то не слышно скрипа этой коляски. Или она уже совсем заржавела. Или никто ее не раскачивает. Ну хоть немножко надо что-то. И ставлю я это уже не первый был раз. Ну во-первых если вам рассказать что я привел впервые театр комедии Гребенщикова. Чтобы он написал музыку к спектаклю. Сережку умер. Как его звали? Мама моя. Замечательный был. Ну знаете. Ах. Курехин. Сережа Курехин. Сережку. Вот так я этих дохлых детей привел. И когда они со своей бандой обшморганной грязной шли по театру комедии эстетка Юнгер говорила что-то запахло нехорошим. Знаешь. Шли мы наверх чтобы заниматься не в этом дело. И вот я придумал. А пьеса была Гольдони Листец Выходили под музыку Вивальди в красивых платьях свечи Выходил Лёва Лемке Очаровательный человек в каком-то камзоле И начинал читать речь Солженицына при вручении Нобелевской премии 20 минут шел этот текст Музыка Вивальди звучала Потом начинался спектакль Во втором была речь из книжки речь из книжки Синявского голоса из хора потрясающие тексты из лагеря И он опять читал 20 минут Я все ждал что ни звука Только один раз после спектакля ко мне подошел старичок и сказал Вы понимаете что вы сделали? Я говорю без паузы Понимаю Правда Понимаете? Он поцеловал мне руку и растворился Все И я никому Леве в том он умер и не знал что он читал Солженицына и Синявского Но когда я Синявскому рассказал что его текст а он сидел тогда в тюрьме что его текст звучал в Петербурге вот его жена не даст соврать Маша Он пришел на наш спектакль и он сидел и плакал Что это была за история когда вы чуть было не поставили Леонида Ильича Брежнева произведение Малая земля при этом Расскажу И какова была причина выбора этого Элегантнейшего материала художественного Андрюша Вся беда была в том что когда закрыли университетский театр мы уехали на Каширку и вот тогда из горкома райкома партии дама милая которая говорила что меня любит и говорит у нас здесь будет партконференция и после первого дня партконференции мы бы просили вас чтобы вы поставили малую землю я ее не читал и я сказал профессорам разорвите листочки вот мы сядем кто-то будет играть на баяне нам дадут пленку вот как вам здесь на экране сзади где будут достижения страны без микрофонов тихо читайте по очереди кто что сможет все значит полный зал как вы сейчас идет партконференция встает моя секретаря говорит а теперь я вас должна обрадовать через 15 минут режиссер решил нам сделать партийный подарок малая земля бурный аплодисмент третий звонок в зале пусто я говорю а где партийцы они сейчас придут звонят опять три раза трем 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 все партийцы сбежали потому что их конечно заставляли это читать они знали наверное я так думаю и мне не удалось ни разу помочь им роман григорьевич но в определенной степени даже в очень большой степени если бы эта постановка все-таки состоялась хотя бы минуты четыре они послушали это был компромисс с вашей стороны да я бы потом знаешь как стеснялся я бы об этом не рассказывал во первых раз я бы это замолчал но поскольку мне не удалось поэтому я могу радостно говорить мне не удалось и во МХАТе Ефремов позвонил и сказал вот грядет 50 лет образования СССР ты знаешь что надо ставить давай через месяц я говорю я сейчас скажу говори я говорю украденное счастье Франко он говорит это тот испанец понимаешь мою реакцию да 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 испанский диктатор испанский диктатор пишет украденное счастье 50 лет образования СССР я ему попытался объяснить что это Украина он сказал ставь и день премьеры вечером приезжает Политберро я иду около театра и написано к 50-летию образования СССР вот такими буквами красными украденное счастье вы смеетесь а меня взяла отропь я звоню директору театра Эрману Леонитощу он не даст соврать я говорю идите вниз Роман вы опять нас всех разыгрываете я какой розыгрыш я говорю идите я еле стою он приходит читает кто это подписал я говорю вы Ефремов нет я говорю вы Ефремов я афишу МХАТа не подписываю вызвали Ефремова жилваки он говорит ты просто невозможный человек ну что я говорю читайте громко только громко-громко как будто лучшая ваша роль читает 50-летие образование украдя говорит ух ты нас всех в Сибирь отправишь Андрюша заклеили к 50-летию и ветерам Политбюро просто смотрело украденное счастье ну хорошо внимание на экран прошу Екатюк это отдельная планета он очень своеобразен и в подходах к работе режиссера актера над ролью тоже очень своеобразен он вздохнуть не дает вы понимаете это диктат его репетиция это диктант он тебе говорит делай так делай так вправо влево подними руку не дыши не выдох я тебе вздохну эта ручка бульгальтер так делает бульгальтер так делает стучит вот так вот ты не можешь так делать твой персонаж не такой то есть он начинает отрубать от тебя вот таким хирургическим тяжелым способом экстремистским отрубать от тебя лишнее ненужное авангард леонтик всем известный артист он говорит о некоем вашем диктаторском таком моменте конечно присутствует ли он на самом деле категорически да тоже вы заставляете повторять артиста во время репетиции только внутренний ход и умение поймать активное пассивное нейтральное потому что текст может быть пассивным поведение активным а что же это репетиция в полную силу полную силу категорически а как вы можете проверять если нет энергии ну читайте дома текст ну вы же уже проверяли вы же уже репетировали выпускали спектакль сыграли премьеру да зачем так напрягаться может быть проще пройти физику какую физику какую физику температура эти 36 и 6 начинать играть нельзя должно быть 41 тогда выходи все кровь не сворачивается нет и они никаких допингов я знаю что артисты иногда судачат между собой особенно те кто с вами работали не все конечно но многие что вы можете вот так вот убедить и бросить соблазнить и бросить в творческом смысле должен ли режиссер нести ответственность за судьбу актера если актер любился должен категорически я всегда возвращаюсь что для вас в искусстве на сегодняшний день самое тревожное если вас вообще что-то тревожит в искусстве как может не тревожить понимаешь если ты видишь артистку которая играет Маргариту в мастере Маргарите и она так долго делает пустые глаза а в глазах я вижу счетчик количество долларов за эту паузу и она уже знает что она себе купит за этот съемочный день я бы ее убил вы про фильм сейчас говорите я говорю про фильм а потом она выходит не полюбилась вам эта кинолента да? нет никак а потом эта дама выходит и еще говорит что она может и танцевать и петь я рыдаю а я в жюри понимаешь? или тот же Сережа который играет Христа и говорит что он эту сцену снял за один день Роман Григорьевич может быть это нет? Роман Григорьевич а не режиссер ли ваш коллега какой? секунду не режиссер ли ваш коллега назначив актрису на эту роль несет ответственность за то как она эту роль исполняет такими глазами несет но он так же считает количество бумажек как и она для тех кто только что к нам присоединился сообщаю что нашу программу вы можете найти на сайте пятого канала а мы возвращаемся к разговору с нашим гостем Романом Виктюком Роман Григорьевич я буду задавать здравствуйте что у вас за обувь а то мы сидим далеко и нам не видно это настоящая шкурка зверя и в Сен-Варау понятно очень хорошо а почему пиджак не подходит не знаю я специально пододел и очки сегодня тоже определяют вкус человека да Роман Григорьевич предупредил меня запомни если у меня будет хорошее настроение мне будет все нравиться я буду снимать очки как только мне что-то не понравится я их надену да кем вы еще хотели быть если не артистом и не режиссером да суфлером ну обычный вопрос режиссером рождаются или становятся конечно рождаются но как можно становиться этому научить нельзя согласны ли вы с такой теорией что хорошая пьеса вредна театру и надо ставить среднюю и плохую дроботургию смотря кто на чем утверждается можно и на говне сказать я цветок розочка и все поверят нет сложнее когда есть небеса когда туда допрыгнуть невозможно а ты допрыгиваешь это бывает редко тогда ты служишь а не занимаешься ремеслом не себя ты утверждаешь а утверждаешь то что над нами это совершенно другой принцип существования в искусстве тогда ваше пожелание молодежи только одно любите себя и больше ничего все я сделаю вот эту записку это не вопрос это записка и вам ее потом подарю картоночку это храните у себя здесь написано потрясающий уникальный вы храни вас бог роман виктюк был у нас в гостях на буховой вы в гостях храните у нас то АПЛОДИСМЕНТЫ